Друзья, добро пожаловать на геймстезе. Зоветня Джекмана, мы продолжаем проходить третьего Ведьмака. Сейчас мы с вами отправляемся в порт Укаир Трольде, чтобы там встретиться с Юнифер из Венгерберге. Да, именно так надо произносить Венгерберге. Двигаться мы будем медленно. Потому что здесь потрясающие виды. Играет потрясающая музыка на фоне. Будем проникаться атмосферой. Горные козлы. А мы здесь увидим, как эти горные козлы карабкаются по скалам. Это удивительное зрелище. Когда я это увидел впервые на Discovery, я не поверил своим глазам. Я не думал, что такое вообще возможно. Так, а эта дорога куда вообще ведет? А, погоди, погоди. Эта дорога ведет на самое начало. Туда, откуда мы начали. К берегу, куда выкинула Геральта. А эта дорога куда ведет? Давай-ка глянем. А значит, давай на карте посмотрим. Тут какой-то тупик. Ну, возможно, там место силы или какая-нибудь пещера. Сейчас по-быренькому глянем. Че, это светилище какое-то, что ли? Видишь, Беловолосова? Интересно, кто это? Видать, что воин. Нам как раз такого и надо. Подойди к нам, путник. Подошел. Чего вам? Ты собираешься войти в склеп? Может быть. А что это вы тут делаете? Вот, пришли ногти стричь. Ногти? Ну да, у трупов ногти обстригаем. Каждый знает, что призраки строят из ногтей проклятый дракар. А вы, значит, отбираете у них строительный материал. Мы бы отобрали, если бы удалось войти в склеп. Только там призраки. Может, ты ими займешься. Сейчас, блин, на языке вертится. Сейчас, вспомню, подожди. Да как его? Блин. Я помню. Сейчас. Нагльфар. Нагльфар. Так в скандинавской мифологии называют корабль, сделанный из ногтей мертвецов. Я загляну туда и попробую вам помочь. Нарушенный покой. Ну давай, поможем этим женщинам. Убить чудовища на нижнем уровне катаконб. А тут есть ништяки какие-нибудь? Ну-ка, давай-ка мы здесь факелы возьмем. Тут вроде везде свечи горят, факелы. Но что-то не особо здесь светло. Так. Прах. Прах нам не нужен. Нам нужны какие-нибудь ништяки. И вот сундучок. Вот уже хорошо. Тут тоже прах. Ну да. А будет какой-нибудь древний, могучий скандинавский меч. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Признак твою мать. Зажала тварь. Где-где-где Ирдан? Да какой Квент? Ирдан. Квент, конечно, тоже хорошо. Ты один здесь призрак, да? А что-то обычный призрак. Ни разу не скандинавский. Прям как Велень. Все? Но задание не выполнено. Во. Еще два призрака. Давай. Давайте. Встаньте, призраки. Встаньте в круг. Я твой друг. И ты мой друг. Уворачивайся, герой. Твою мать. А ты говна кусок. Все. Но еще не все. Еще есть. Что-то такой большой склеп. А ничего путного здесь нет. Мощница. Что-то посерьезнее. и еще два призрака или один призрак вроде один призрак и полуночница сейчас сначала избавимся от призрака эй призрак тихо да твою мать почему ты не уворачиваешься нормально по-человечески ё-моё я ж наживаю увернуться давай подходи тварь подходи тварь а ты ссор аааа знаешь что надо сделать? надо вот так вот сделать вот так вот вот ну и грома где там? полуночница ты где? ты меч не убирай геральт дело-то еще не завершено вот тварюга вот она а дай-ка ко мне в ловушку сволочь убежала вниз да давай-давай-давай-давай вот заполнилось хорошо я пахну и пойду бей геральт ю-моё вот тварь, а не хочет лезть в ловушку получай, получай, получай получай ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, буду сдохнуть Тихо, тихо, тихо Куда, тварь? Сюда иди, говно Тварюга, смотри, что делает, а Вот так вот, говно, кусок Все, дело сделано Теперь можно здесь спокойно осмотреться Бухлишко Вот сундук Хорошо Да по-любому здесь должен быть какой-нибудь чертеж О, дневная звезда, меч Что за меч? Мой лучше По-любому здесь где-нибудь спрятаны чертежи Какого-нибудь северного ведьмака Ну, снаряжений северного ведьмака Вот, наверное, вот в этом сундуке Нет? Опачки Тайный проход А там чертежи Сейчас грибочки соберем и Травушка Ну, где-то наверху, значит Держи, ты давай Не тупи Вот Опять ничего такого Да почему ты не собираешь на ходу-то, е-мое Надо обязательно остановиться, что ли Так, вот внизу ничего нет Тоже ничего Вот Вот Да блин Фигня всякая А там глубоко нет? Вроде нет Так, это куда я вообще забрел-то? Что-то далеко я ушел уже Я думал, просто заглянем Пойдем дальше А меня вон куда занесло вообще А где? Вот сундук еще Ну-ка Большой рунный камень сварок Да твою мать Что-нибудь серьезное-то мы найдем, нет? Так, это я обратно вернулся Я что, сюда по грибы, что ли, пришел? Где ведьмачьи древности? Они же по-любому здесь должны быть Все, тупик Не тупика, а даже выход Ха Не, короче, давай-ка это Вернемся к женщинам Тихо, ну-ка что-то показалось, нет? Показалось Ой, блин Зря столько шел, получается Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо Эх, ничего А ну-ка, вот там что-нибудь есть? Тоже ничего Ладно Ладно Все, тетеньки Дело сделано Можете идти грызть ногти Можете идти грызть ногти мертвецам Здравствуйте И тебе не хворать Я уже ими занялся В склепе безопасно Благодарим тебя за помощь, белоголовый Мы принесем в твою честь Жертву богине Фрея Ага Ладно А что, они мне ничего не заплатят, что ли? Ничего не заплатили Вот офигевшие Ну хотя, они же добрым делом занимаются А добра, как бы, добра не ищут О, там Город какой-то виднеется, кажется Столько огней горит Две ладьи пристали к побережью Набили черных Насжигали чреве Все, все, все Сука, без синяков вернулись Да Я слышал об этом в таверне Это мирная деревня Стражник клана Амкрай Ведьмак, да? Да Ведьмак, да? Да Очень приятно Интересно Такой ли ты крепкий, как выглядишь А хочешь проверить? Ты кому дорогу переходишь Тебе здесь сделать нечего А что, здесь ничего нет, что ли? Никаких восклицательных значков Ни купцов, ни травников, да? Поехали отсюда, значит Двигаемся дальше А это что за дорога? Давай-ка глянем Сейчас подожди На карте посмотрю А Мы так как раз К заданию и придем, да? Я думал Нам туда Мегадрон, ты у ВНСК мальп мэ Еще это Только ты уж тут никому не цепляйся Мегадрон, ты у ВНСК мальп мэ Он вроде на нильском говорит, да? Военнопленный Хе-хе Нильфгардцы Рубят лес Ясно Ух Шевелись, Блатва Я принес в жертву лучшую кобылу Это честь для меня Она здесь была хороша Хороша будет и на том свете Пусть она исправно служит нашему королю Когда-нибудь мы с ней еще встретимся И с королем Браном Мы все еще свидимся А жертву нельзя было где-нибудь в другом месте принести? Почему прямо на дороге у входа? Типа алтарь что ли какой-то? Ладно Доска объявлений Че пишут? Дракар Хуртик спущен на воду Корабельщик Готлиф и его подмастеря спустили на воду Дракар Хуртик Построенный по заказу ярла Анкрайта Скельги еще не видел такого маневренного и быстрого корабля Воины клана Анкрайта, которые хотят сесть на весла Пусть договариваются с Эйд Финном Одноглазым Объявление Украден меч Олаф, первый страж Каэр Трольды, объявляет Из оружейной рода Анкрайтов был украден меч Известный как Кулию Видели как сучий сын, который это сделал Уходил через южные ворота к старой крепости Того, кто поможет вернуть меч Ждет награда, сообразная старанием А кто поможет ворам Того ждет смерть и бесчестье Заказ Дух Леса Воины Скельги Кто отважится встать против Духа Леса Что угнетает жителей Ферлунда Тот получит награду весьма достойную Мы не богачи и не собирали И нос собрали в складчину немало Езжайте в Ферлунд и спросите там Свена Заказ Морские Диаволы Хочешь славы и денег? Клинок твой остер, а смерти ты не боишься? Тогда зайди к Бьоргу Мастеру-лодочнику У него есть для тебя работа Нужно избавить залив Каэртрольда От морских Диаволов Которые до того расплодились и обнагрелись Что бросаются на всякого, кто зайдет в гавань Кто твари убьет, того ждут слава Великая на всех островах И кошель от полной золота Уроки Гвинтом Да и уроки игры в Гвинт От учеников требуется Дисциплина, логическое мышление И желание учиться Особо приветствуются ученики С душевной предрасположенностью к игре Приносите собственную колоду Кроме того, ищу опытных игроков Для совместной игры Ко взаимной выгоде Ибо лишь сражаясь с равными В суровом бою Можно отточить навыки Мышевур-друид Кулачные бои Ты силен как морской лев Кибок как угарь И хочешь сразиться с лучшими Тогда приходи на турнир И сойдись лицом к лицу С сильнейшими бойцами островов Валерадом из Каэр Трольде Эйнаром с Фарер И Гримой Гримой из Оренберна Немешкой Честь и слава Всего в одном поединке от тебя Ясно Блин, смотри, там Замок в скале прямо Ну красотища же Так Трофаст Ручной волк А так это же тот чувак Который меня хотел полутать И вот тупой волк Опять вон, смотри, уперся В повозку Тогда он уперся в плотву Теперь вот в повозку Глупый волк Ты своего волка-то обучи Че ты тут застрял Посмотреть захотел Надо же понять, куда меня занесло Обычно Геральт На такие эти не отвечает А ты че-то ответил прям Ты поможешь человеку в беде Я не знаю Чего? Не знаю Кому помочь в беде Это он за него, что ли, просит? Видишь, этот стык плачет Че там Говорит, не поможешь человеку в беде А че у него за беда-то такая? Прости, что беспокою тебя Своими несчастьями Но у меня просто нет выбора В чем дело? Что случилось? Мой корабль разбился Во время последнего шторма Я потерял все Чем я могу тебе помочь? Мне не на что даже вернуться домой А каждый день опоздания Приближает меня к банкротству Ну да, можно было бы догадаться Дело в деньгах Значит, тебе нужен заем Точнее Пожертвуем Я верну все до последнего медика Клянусь Просто зайди ко мне в Новиграде 150 всего, что ли, надо? Ну, лицо у него вроде как бы Такое доброе И голос такой Вызывающий доверие Да и 150 как бы не жалко Давай дадим Я тебе помогу Я часто бываю в Новиграде Так что охотно тебя навещу И спрошу, как идут дела Благодарю Ты найдешь меня в Портовом квартале Меня зовут Йохан Бонна В таком случае До встречи Я думал, он будет что-то за него вот просить За того, который плачет А что он плачет-то вообще? Мужик, что плачешь? Не хочется на разговаривать Ну ладно А что здесь все стоят, я не понимаю Среди живых Лишь мгновенья Все из-за того, что она с этим разговаривает. Кто-то очень важен, что ли, умер? В этом нет нужды, дитя. Знаю, но я хочу. Здрасте. Ох, такая молодая. Пусть бы Бирна пошла, а не дольше ложа делись. Тихо. Она так решила. Король? Это умер король? Ну раз у него две жены. Ну понятно, короче. Отправилась вместе с ним в тот мир. Как там, Вальгалыч? Отлично выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Торжественная речь. Король Бран из клана Тиршах собрался в свое последнее путешествие. Там, куда он уйдет, он встретит наших славных предков. Вместе они станут ходить в налеты и на охоту. Сядут в братском кругу и будут славить деяния былых времен. Теперь он будет жить в сердцах наших. А однажды мы все станем с ним плечом к плечу. И это будет добрый день. Ты знала Брана, ты хорошо пахнешь. Ой, нашел Геральт время подкатывать свои яйца. Ты знала Брана? Да. Его очень уважали. В отличие от его жены. Кланы Суть Скеллиге! По обычаю, на время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились с Браном. Время выбрать его преемника, который поведет нас против черных. Двор Каэр Трольда распахнет двери для каждого, кому был дорог Бран из клана Тиршах. Еды и питья хватит на всех. Во время Тризны назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны. Так, пойдешь со мной на пир. Не хочу идти на пир, а вот бы сбежать и побыть в твоем. О чем ты думаешь, Геральт, е-мое? Не хочу идти на пир. Надеюсь, нам не обязательно идти на пир? Нет, не обязательно. Пиры на Скеллиге ужасно предсказуемы. Пьянство, безудержное хвостовство и затем неизбежное мордобитие. Ничего общего с чародейскими банкетками. Помнишь прием на Тоннеде? Как я могла забыть? Там же был ты. И я прекрасно помню, что случилось после банкета. А я вот не помню. Опять читаешь мои мысли. Ненавижу, когда ты читаешь мои мысли. Ты опять читаешь мои мысли? Более того, мне они нравятся. Ну, там было, конечно, пару мыслейшек. Ты узнал что-нибудь в Велине? Так, что касается Велина. Цири каким-то образом попала к тамошнему барону-самозванцу. Он держит в страхе всю округу. Незадолго до Велина Цири ранили. Она была ранена? Серьезно? Не думаю. Барон вскоре отправил ее в Новиград. Подозреваю, что она искала тебя. До барона она попала в лапы трех ведьм. По счастью, она сумела сбежать. Ведьм? Не знаю, что это за тварь на самом деле, но они очень опасны. Кстати, о ведьмах. В Велине я встретил нашу старую знакомую, Кейру Мец. Что она делает в такой дыре? Скрывается от охотников за колдунами. Она сказала, что Цири искал какой-то эльфский чародей. Хорошо. Когда будет больше времени, мы к этому еще вернемся. Хорошо. А Новиград? Цири в Новиграде хотела снять какое-то проклятие. Когда я приехал, ее уже не было. Ты уверен? Это рассказал Лютик. В этот раз без художественного вымысла. А что за проклятие? Я почти ничего не знаю. Цири попала в переделку и не успела довести дело до конца. Я нашел филактерий, который она собиралась зарядить. Потом дашь мне на него взглянуть. А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией. Очень необычно. Я не встречала ничего подобного. У меня предчувствие, что причиной всему была Цири. Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства. Они появятся, если я смогу исследовать аномалию. Но Мышавур и его друиды никого к месту катастрофы не допускают. Мышавур возглавляет круг друидов на Скеллиге. Я не видел его с... С тех пор, как Цири была маленькой девочкой. Сомневаюсь, что ты сможешь с ним договориться. Даже на правах старого знакомого. Почему Мышавур тебя не пускает? Скажем, мы разошлись во мнении. Громко и сильно разошлись. О, Крах. Белый Волк! Приветствую тебя, Крах. Нам надо встретиться на Тризне. Я не приму никаких отговорок. У меня к тебе важное дело. Крах. Крах, Белый Волк. На перу я буду в черном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовища. Йен, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублеты? Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристально. Я сняла комнату в корчму. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо еще кое с чем разобраться. Встретимся у входа в зал. Хорошо. Да, нам надо определенно в корчму, чтобы помедитировать. Восстановить эликсиры. Жизни. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Нам не дают. Чего? Кто меня звал? Бьорк. А я вроде читал твои объявления. У нас тут неприятности с Мюрдьявлен, ну, с утопцами. И неприятности такие, которые твой серебряный меч как раз разрешит. Да? Что ты говоришь, что? Дай-ка угадаю. Рвут сети, жрут рыбу, а иногда нападают на одиноких моряков, если кто ночью возвращается по берегу из корчмы. Если б только так. В нашем заливе твари хуже, чем на большой земле. Как после захода солнце нападают, так и днем. Кажется, не только на рыбаков охотиться, но и на воинов. Их тела потом море выбрасывает, доспехи разорваны в клочья, кишки выжраны. Странно. Есть какие-нибудь свидетели? Рюри, мой ученик, был в лодке, на которую Мюрдьявлен напали. Есть еще Туве, у которой убили мужа. Она живет здесь, недалеко, немного выше. Боюсь, никого больше не припомню. Те, кому приходится иметь дело с этими тварями, редко возвращаются живыми на сушу. Давай-ка поговорим о Награде. Поговорим сперва о Награде. Что-то она больно скромная на мой вкус. Не, давай 310 попросим. Мне кажется, 320 это уже многовато. Так много? За пару морских дьяволов? Не в жизнь. В смысле, за пару? Ты же говоришь, что они там всех в клочья рвут, вообще не можете жить. Чуточку дороговато. Ты заколебал. Чуточку дороговато. Ты че жмотишься? Что? Хочешь вытрясти у меня все до последней кроны? Ну уж нет. Хватит торговаться. Бери, что дают. Козел ты. Я принимаю заказ. С утопцами я уже не раз имел дело. Скоро все будет кончено. Вот тебе мое слово. Раз ты отказался мне платить, сколько я просил, я выполню это здание самым последним. Так, подожди. Меня вообще не в эту сторону. А, не, подожди. Надо сначала зайти в комнаты Йеннифер и надеть парадный костюм. Вот. Чуть меня путаешь, что, блин. Я все правильно шел. Рарри, не жри столько. Это еще почему-то. Потому, если в живот мечом получишь, и вся эта селедка с пушками перемешается. Но по мне лучше добрый топор. Селедка точно не спасу. Фольмер верно говорит. Перед походом нельзя ни пить, много ни есть. Зато потом, сколько влезет. Хватит. 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 Соблюдай наши обычаи, приблудок. Велика эта потеря для всех нас. И пусть всякий снов. Без тебя уже ничего не будет прежде. Потому, мы отдаем тебе волосы. Сесть, слава, границы, знай. И вот ты воплощал... Перед входом в жилище... Я не верю! 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 Кулачные бои проходят, что ли? Нормально. Эрика? Нужна помощь? Да нет. Идеальная комната для Йен. Идеальная комната для Йен. Она всегда любила простор и роскошь. Чего? Единорог? Чучело единорога. Ха-ха-ха. В полный рост. Так. Черная и белая. Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафрахтовала? Да, телепорт. Да, всегда. Черная и белая. Зачем ей что-то куда-то везти, если у нее есть телепорты? Гламур. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. Так, вот что-то какая-то книга наверху лежит. Дневники. Я не пью. Дневники нехорошо читать. Так что почитаем. Я все чаще думаю о том, чтобы поймать джина, желание подчинить себе его волю, постепенно становится для меня навязчивой идеей. Книга Амоса Вар Ипсиса подтверждает то, что я уже давно подозревала. Принудить джина к послушанию возможно. Согласно Вар Ипсису, который был видным специалистом по джинам, принудить такое создание к покорности весьма трудно, но не невозможно. Ему удалось. К сожалению, это не значит, что мы можем применять те же самые методы, потому что каждая особя джина уникальна и для каждой следует искать особый метод воздействия. В моем распоряжении широкий спектр чародейских способностей. Мне кажется, в сочетании с ловкостью Геральта, они могли бы подействовать. У нас может все получится, нужно только найти джина, а вот с этим могут возникнуть сложности. Она хочет поймать джина вместе со мной. Ладно. Так, давай что-нибудь выложим что-ли туда. Например, вот эти вот доспехи. Они нам сейчас не нужны. Потом... А потом все. А потом все. Надо, кстати, арбалет прицепить себе на спину. Тогда он может пригодиться. А его у меня нет. Вот теперь есть. Ну вот так вот обкрадываем. И я не фиг. Почему бы и нет? Она женщина богатая. Купит себе еще. Это я как бы уже не беден. Ну потому что всех открадут. Она не расстается с отравленным источником теса и даврие. Чего? Мегаскоп. Мегаскоп? Я смотрю, она без него никуда. Как говорил у Филиппа Эйльхарт, мегаскоп вещь столь же личная, как зубная щетка. Да, действительно, у нее тут просторненько. Ага. Она сказала, будет в черном и белом. Ну и значит, я тоже должен быть в черном. Так. Давай все возьмем. Попримеряем. Оставил бедную женщину без книг. Что она будет читать? Так. Ладно, давай смотреть. Что нам подойдет. Нет, нам не подходит. Нам больше это подходит. Так. А обувь? Это что такое? Это что за галужи, блин? Ну другого нет. Ну вот эти сапоги более-менее, да? Смотрятся. Ну ладно, что. Это же комплект, поэтому будем ходить с комплектом. Так, перчатки сняли. Мечи, наверное, тоже надо будет убрать. Давай туда уберем. Блин, зря только арбалет не делал. Не думал, что когда-нибудь решусь на такое. Но чего не сделаешь для... Да. Кто для меня Йеннифер? О. Снова какой-то вор и к друидам прибыл. А у вас тут красиво. Какой жареный поросенок. Прикольно, слушай. Мясник. Ну вот тут тоже вон целый поросенок. Ну-ка, физика. Физика. Физикс. Физикс. У нас тут работает физикс, если что. Знаю, я таких, как ты. Эх. Так что с тобой такое GPS-нинг? То туда показывает, то теперь сюда показывает. Ну давай. Вот. Блин. Ай, тупой GPS-нинг вообще. Короче, открыть карту и посмотреть, куда надо. И самому уже идти. Не, слушай, пешком что-то неохота. Ах, дожди. Ах, дожди. Ах, дожди. Ах, дожди. Придется теперь на улице медитировать. Ну ладно, что теперь. Вот так вот до обеда. А вечеринка все равно без меня не начнется. Пошла. А это еще кто? Ты Соликон, что ли? Сразу же видно, что это ведьма. Убийца чудовищ. Ах. Вон, друзья, вам раз в костюме. Скучно так стоять. Все. Да ты ж понимаешь, о чем. Ты посмотри, какая красотень. Ты послужен той, что вечно дева, мать и старуха. Так мало того, что я торчу здесь с толпом. Ж боже мой. Обалденный вид. Бран был великим владыкой, и ему нужен достойный преемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определенном. Беда с Келлиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижение предшественника. Король на островах. Фигура, скорее, символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Так, а, представишь меня, Иен... А, я Геральт. Я Геральт, ведьма. Бирна, королева с Келлиги. Приятно познакомиться. А теперь ты должен меня простить. Меня зовет дом. Мутная баба. О, ты выбрал себе костюм. Ты, разумеется, понимаешь, что мы будем подходить друг к другу, как оборки к мундиру. У каждого свой стиль. Че ее не устраивает? Че дала, то и взял. Неужели надо было синий этот одеть? Халат. Сейчас мы же подозмущаемся. Не люблю я ни перы, ни похороны. Знаю. А еще ты не любишь путешествий через порталы и картофельных оладий с сахаром. Но иногда приходится потерпеть. Пойдем, а то все перепьются. И разговаривать будет не с кем. Точно. Не знаю, чего хочет Крах, но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Я не буду пить. Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Я собираюсь говорить то, что думаю. Какое у нее платье. Тоже, кстати, на физикс. Видишь, физикс. Что вы привезли на прощальный пир? Плэд, овечий сыр. А у нас полный воздобычи отбиты у черных. Знаешь, Геральт, меня занимает один доктор. С чего ты вдруг отрастил бороду? Даже не знаю. Тебе идет. Топор никогда не затупится. Спасибо. Госпожа Йеннифер, господина. Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ Геральт из Ривии. Большая честь для меня. Рад встрече. Гостей собирается немало. Каждый хочет проститься с королем. И увидеть претендентов на корону. Мы хотели поговорить с Крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место. Рядом со своей дочерью Пейс. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хеумором были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хальберн, сын Хольгера Чернорукого. Это Луга Синий, первенец Луга Собезумного. А с сушеной треской сражается Отрик Анхиндер. Мы уже встречались много лет назад, но я не могу вспомнить, как тебя зовут. Керри Санкрайт, по прозванию Перепелка. Дочь Краха, сестричка Хьялгера. Керри завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал смельчаков бежать на гору на перегонки? Он прибежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине. А тебя там не было. Ты грела свои цыплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твое дело. Но я бы победила. И тогда, и сейчас. Слово Хьялмаре, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею. Хоть бы и Ведьмака. Если я возьму над ним верх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен ли Ведьмак. Геральд? А, че? Ну да, почему нет? Но только она не победит. Я с удовольствием. Какие правила? Выигрывает тот, кто первым вырвет топор Хьялмара из пня на вершине. Если сойдешь с тропы, то проиграешь. А я уж думал, наблюю тут со скуки. Начнем! Сейчас, что ли? Уйдем с банкета бегать? Такие деловые. И шли. Отсюда вы отправитесь на вершину вон той горы. На вершине есть дубовый пень. Кто вырвет из него топор Хьялмара, тот и победил. Я готова. Начинайте, когда я протрублю в рог. Хорошо. Ну ладно, поспешу. А, блин, я, наверное, не там побежал, да? Ой, твою мать, что-то не сдох. Так, тихо, 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 девочка. Что-то очень сильно быстро ускорилось. Еще одна ошибка, я могу сдохнуть, с этим. Но я ж не знал, как правильно бежать-то. Сейчас силушки кончатся. Покажи, на что ты способен убить за чудовище. Смотри, Геральт. Все, отстала. Она конкретно отстала. Проиграла. Видимака она обгонит. Ага. Сейчас. Я был впереди всего на волосок. Так не бывает. Есть только победа или проигрыш. Я проиграла. Лучше вернемся на Твизну. Давай. На волосок. Огромного, гигантского великана. Пир-то уже в самом разгаре. Мы потеряли вас из виду. Кто победил? Я. Я проиграла. Ты проиграла ведьмаку, перепелочке. Чякий из нас проиграл бы. Хватит этой болтовни. Давай выпьем. Правильно, сфотчет. Она проиграла не кому-то, а ведьмаку, блин. А ведьмаки, они же сверхлюди, е-мое. Че, выпьем? Не, я обещал, я не буду пить. Сегодня не выйдет. И у меня на то есть причина. Так когда же как-то не сегодня? Благодарим за компанию. К сожалению, нам уже пора. Разве? Нам надо поговорить. Но не здесь. За этой дверью ты все узнаешь. Тебе не стыдно? Стыдно? С чего в другом? Королева должна уйти в последнее плаванье с королем. Так велит обычай. Геральт, познакомься с Хольгером по прозвищу Чернорукий. С Бирной, вдовой Браной и нашей хозяйкой ты уже знаком. Вдова, вдова должна лежать подле мужа. Вдова должна заботиться о королевском сыне. Не таковы наши обычаи. Ваши обычаи варварство. Так, я права. Не будем вмешиваться. А, я права, я здесь ее поддержу. Не знаю, зачем, просто интересно. Закон, который предписывает вдове самоубийство. Слишком суров. Чем же земцы. Может, ты подашь пример мужества и сам войдешь в пламя. Я уверена, мы сумеем собрать для тебя дров. Ты называешь меня трусом? Успокойся, Хольгер. Ты на похоронах и разговариваешь со вдовой. Я слышала про немного хорошего. Мне будет его не хватать. Я не была его первой женой. Но это я родила ему первенца. И снарядила его в последний путь. Мы прожили вместе много лет. Пойдем, Ян. Нам тоже пора. Идем с Ванриге. Пирна, коварная сука. До нее еще не дошло, что ее власть кончена. Бран умел держать ее в уфе. Почтим его память. Я не буду пить. А если я выпью, то что? Может быть, набор надо пить? Там мы скорее фанимся. Он мне какую-нибудь информацию даст. Хотя, какая мне еще информация-то вообще нужна? Бран был великим человеком. Пусть следующий король будет равным ему. Геральт? Да, идем. Так, Йеннифер, в общем, мы с тобой пойдем в следующей серии. Ну а сейчас, друзья, надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»